Зачем я здесь пытаюсь, значит, спустя две с половиной тысячи лет еще немножко продать вам мертвецов? При том, что как бы вы все заняты актуальными проблемами, и эти проблемы не просто имеют право на существование, они максимально давящие здесь и сейчас. Собственно, первый вопрос, который нас интересует, почему вообще мы должны вернуться к изучению классики, если должны? Обычно я бы стал рассказывать вам про окончание философии, про смерть философии, связанную с Ницшей Хайдегером, почему она умерла, почему она остановилась, как она превратилась в историю философии, почему мы в истории философии не имеем возможности заниматься философией, и в этом смысле мы должны попытаться вернуться назад и так далее и тому подобное. Сейчас я хотел бы свой обычный шпиль задвинуть назад и попытаться выдвинуть какой-то новый тезис и сыграть, собственно, на нем. Когда мы появляемся в этом мире, мы оказываемся в некой конкретной ситуации. Эта ситуация двойная, она двусторонняя, она имеет две стороны, одну из которых мы принимаем сразу и одна из которых доходит до нас лишь гораздо позднее. Первая ситуация, в которой мы оказываемся, это историческая ситуация. И эта историческая ситуация первоначально воспринимается нами как чистая данность, как чистая перманентность. В том смысле, что, как поется в песне, пусть всегда будет папа, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. То есть вы появляетесь, мы появляемся, мы смотрим на окружающий мир, и мы получаем первое впечатление, которое выглядит следующим образом. Мир всегда был таким, и он всегда будет таким. Когда мы начинаем взрослеть, мы понимаем, что это не совсем так. И что это историческая ситуация, по крайней мере, историческая ситуация всегда меняется. Каков мир сейчас? Потому что мы, понятное дело, не родились 100 лет назад, не 200, не 2000 лет назад. Мы родились сейчас. Каков мир сейчас? Для нас с вами, как для общественных животных, я делаю кавычки, вы понимаете почему. Ситуация историческая, это не ситуация климата, не ситуация вымирания или, наоборот, всплеска жизни. Для нас с вами историческая ситуация, это в первую очередь политическая ситуация. Потому что история, это в первую очередь политическая история. Вы можете заметить это, когда, например, вдруг кто-то из вас начинает заниматься историей искусства. То есть история искусства, история философии, история экономики. Каждый раз, когда вы занимаетесь историей чего-то, вы оказываетесь в ситуации, когда вы должны прибавлять это что-то к истории. Но когда вы убираете все от истории, когда вы оставляете просто историю, то просто история, это всегда политическая история. И в этом смысле, когда мы оказываемся в исторической ситуации, мы оказываемся в политической ситуации. В ситуации некой конкретной истории, которая вокруг нас разворачивается. Что это за история? Мы смотрим на мир, в котором оказались, считая его данностью. Мир, в котором мы оказались, очень простой. Это западный либеральный мир. Я имею ввиду, конечно, политический. Где есть такие вещи, как права человека. Где есть представление о равенстве всех людей. Где есть представление о том, что в результате этого равенства политическая власть распределяется путем голосования. Где есть представление о ценности человеческой жизни как таковой. И эта ценность является унаследованной. То есть она не является приобретенной. Она является данной каждому. И данной всем абсолютно одинаково. Эта ситуация немного ширится, когда мы начинаем присматриваться более внимательно к ней. Первоначальное очарование этой ситуации очень быстро проходит. Потому что мы находимся с вами в 21 веке. В его первой трети даже, наверное. И в этом 21 веке мы видим, что эта ситуация рушится у нас на глазах. То есть то самое дивное либеральное государство, которое еще 50 или 100 лет назад казалось шагом в будущее. Шагом фактически. Мы поговорим об этом подробнее. Шагом в рай. Без боли, без страданий, без болезней, без жестокости, без голода. То есть без всего того, от чего предки умирали пачками. И умирали постоянно, и постоянно страдали. Вот эта ситуация теперь оказывается под угрозой. Потому что существуют процессы, которые мы могли бы назвать неизбежными или неотвратимыми. И эти процессы постепенно, прямо на наших глазах уничтожают эту либеральную ситуацию. Я говорю в первую очередь о совсем передовых вещах. Какой вам пример привести? Таких, как современный феминизм третьей волны. То есть, когда мы видим, что либеральное государство начинает немного, или уже все сильнее, и его элементы уже все сильнее рушатся на наших глазах, мы задаемся вопросом, почему. Если для вас не очевидно, что оно рушится, вы должны просто посмотреть на современный Запад и увидеть, что современный западный консерватор – это либерал до мозга костей. То есть, это человек, который говорит, я все еще верю в равенство всех людей, я все еще верю в единые права, я все еще верю, что каждый может то-то, то-то и то-то. Я все еще меритократ и так далее, и так далее, и так далее. И все эти люди оказываются консерваторами, они не оказываются больше либералами. Почему? Потому что они защищают умирающий порядок. Кто нападает на этот умирающий порядок и почему? На этот умирающий порядок нападают слева, и на этот умирающий порядок нападают в логике этого же порядка. Чтобы понять эту мысль, мы должны с вами подумать, откуда берется либеральная логика, откуда взялась вообще та идея или та цель, к которой движется либеральное государство. И когда мы пытаемся смотреть на него и на его цели, даже если мы смотрим на самое его основание или даже если мы смотрим на самые передовые его формы, мы обнаруживаем одно и то же. И я об этом уже говорил. Фиберальное государство изначально ставит своей целью одно – защиту жизни человека. В этом смысле оно ставит себе целью защиту от страданий. Оно хочет, чтобы люди жили, жили долго, жили без боли, жили счастливо. Откуда эта цель? – спрашиваем мы себя. Мы обнаруживаем ее, собственно, и сейчас, мы обнаруживаем ее в самом начале Угопса. Откуда эта цель? Что является основанием для этой цели? Потому что понятно, что сама либеральная логика не может быть основанием для либеральной логики. И либеральная цель не может служить основанием для либеральной цели. Когда мы пытаемся найти эквивалент этой жизни без боли, жизни без страданий, жизни без страха, жизни без постоянных угроз, жизни без болезней, что мы обнаруживаем в качестве прототипа или идеала, который впервые выставил эту цель? Мы обнаруживаем христианский рай. Христианство и христианский рай являются прототипом или, вернее, являются той ценностью, которая лежит в основании либерального государства. Теперь мы возвращаемся обратно. Почему либеральная логика уничтожает сама себя? Почему либеральное государство рушится под ударами левых? Мы задаемся сначала тем же вопросом, откуда левые взяли свою цель и какова цель левых? И оказывается, что у них та же самая цель. И они взяли ее оттуда же. Несмотря на то, что многие левые объявляют себя атеистами и являются атеистами на самом деле, их цель, эта цель та же самая, что и у христиан. Разница только в том, как они хотят туда попасть. Что говорит нам христианство о человеке? Я думаю, не надо объяснять, что говорит христианство о человеческой ситуации и куда двигается человек. Но главное, что для нас с вами релевантно сейчас, это избавление от страданий. Христианство в какой-то момент, изобретая личность, чего, конечно, нет в античной Греции и что оно привносит, изобретая личность, изобретая целостного человека, оно автоматически делает его невероятно уязвимым. В том смысле, что подлинный христианин – это человек, постоянно озабоченный сам собой, своей душой. И когда он озабочен своей душой, он в то же самое время озабочен страданиями своей души, то есть отсутствием таковых. Между телесными страданиями, которые мы испытываем в этом мире постоянно, и душевными страданиями, о которых заботится христианин, есть гигантская разница. Душевные страдания могут быть навлечены на человека нетелесными способами. Иными словами, левых отличает от либералов очень простая и очень понятная вещь. Либерал говорит, человек должен быть защищен от насилия, его жизнь должна быть защищена. Современный левый говорит, человеческая душа должна быть защищена от насилия, даже средствами насилия. Ну, так же, как и либерал. Разница очень простая. Насилие, которое навлекается на душу, может быть навлечено с помощью слов. Таким образом, современный либерал или классический либерал говорит, государство должно остановить насилие насилием. Помните гигантского левиафана? В этом никаких проблем нет. Но свобода слова должна быть, потому что это часть движения к счастью. Современный левый говорит, насилие должно быть остановлено насилием. Слова это насилие, слова должны быть остановлены насилием. Свобода слова должна быть раздавлена во имя недопущения насилия, во имя недопущения страданий. И таким образом, современный левый оказывается в либеральной логике, но противостоит либеральному государству. Мы видим, как постепенно то, что завоевало для человечества либеральное государство, отвоевывается обратно новой движущей силой. И этой движущей силой либеральному государству нечего противопоставить, потому что она находится в одной и той же логике. Находясь в этой ситуации, мы задаемся вопросом следующим. Есть ли какая-то другая цель, возможно ли какая-то другая цель, помимо той цели, которую указывает нам христианство? И, конечно же, ответ на этот вопрос кажется очень простым. Это атеизм. Если мы ищем какую-то не христианскую цель, если мы пытаемся выйти из христианской логики, если нас она не устраивает, нам нужен атеизм. И тут же подскакивают Владимир Ильич и Карл Маркс и говорят, что они-то как раз и есть атеисты. Но мы не верим им по понятным причинам. Преодолевая их, мы пытаемся найти где-то еще атеизм в Европе. Но когда мы ищем его, мы всегда натыкаемся на то, что этот атеизм так или иначе отравлен, в смысле находится под влиянием христианской мысли. И тогда мы делаем следующий шаг. Где нам найти такой атеизм, который не знал христианской мысли? Конечно, мы обращаемся к язычникам. Есть ли среди европейских язычников атеисты? И у нас есть кейс такого атеиста. Как только мы пытаемся найти атеизм до христианства, мы обнаруживаем кого? Конечно, мы обнаруживаем Сократа как первого персонажа, которого обвинили. Ну, не первого, естественно, но первого, кого осудили на смерть и кто был готов пойти на эту смерть. То есть, когда мы пытаемся найти, обнаружить цель, которая не была бы связана с христианством, мы находим ее в атеизме Сократа. И Сократ становится для нас интересным. Мы посмотрели на политическую ситуацию. Мы знаем, что она не является... Мы наконец-то поняли, что она не является статичной. То есть, она постоянно меняется. Она находится в ситуации небытия, но становления. И тогда мы понимаем, что какими бы либералами мы сами ни были, либерализм так или иначе является обреченным. Свое дело он сделал, он может уходить. Он должен уйти, он неизбежно уйдет. И оставаться либералами в этой ситуации, это значит автоматически проигрывать. Быть консерватором, это значит проиграть. А быть консерватором и либералом, как я вам уже сказал, в современной ситуации, это одно и то же. Поэтому мы должны попытаться найти альтернативу, и мы ищем ее, и находим ее в Сократе. Мы находимся не только в политической истории. Нас с вами еще, естественно, интересует философия. И, конечно же, когда мы смотрим на философию, современную философию, мы понимаем, что ситуация, в которой мы находимся, она никак не называется, не потому что для нее еще не придумали название, а потому что никакого названия для нее нет, потому что никакой ситуации нет. Некоторые из вас могли бы возразить мне и сказать, мы находимся в философской ситуации постмодернизма. Но это не так. Постмодернизм закончился. Он уже оборвался, и мы даже знаем имя, которое его оборвало. И с постмодернизмом обрывается последняя нить философская, именно философская. И когда умирает этот философ, последний философ, философия превращается в историю философии. Именно поэтому мы с вами занимаемся историей философии и не занимаемся философией. Никогда никто не учил вас в университете философии. Вам всегда преподавали историю философии, потому что никакой философии нет. Этот персонаж, конечно же, Мартин Хайдеггер. Вы можете говорить о постмодернистах после Мартина Хайдеггера, конечно. Но эти постмодернисты всегда находятся внутри Мартина Хайдегера и его логики. Логики радикального историзма, давайте я скажу. Мы обнаруживаем, что никакой философии нет. И мы должны задаться вопросом, как так получилось, что ее больше нет. Как так получилось, что философия превратилась в историю философии. Мы открываем для себя радикальный историзм Хайдегера, затем открываем для себя просто историзм Ницше и затем пытаемся противопоставить Ницше с его историзмом кому-то, кто имеет прямо противоположную точку зрения, кто не считает, что историческая ситуация является определяющей ситуацией. И естественно в самом Ницше мы находим это противопоставление. Это кто? Против кого Ницше выступает? Кто его главный архивраг? Ницше говорит Платон, но конечно Сократ. Да. И это снова Сократ. Я говорил вам, что мы начинаем с двусторонности нашей ситуации. Одна сторона историческая. Вот в какой исторической ситуации мы находимся. Политически, философски. Вы можете добавить культурно, но опять же, тогда надо будет говорить о культурной истории, а не об истории просто или об истории культуры. И когда мы переворачиваемся и обращаемся к Сократе, мы находим вторую ситуацию, о которой говорят классики. Вторую ситуацию можно назвать человеческой ситуацией. Это ситуация, которая оказывается всегда неизменной. С точки зрения классиков, которые естественно знали об исторической ситуации. Помните, что слово история – это греческая история, что первые историки – это греки. Так вот, греки знают об исторической ситуации, но никогда в классической политической философии, и давайте я сразу для философов проясню, когда я буду говорить политическая философия, вы должны слышать слово просто философия, потому что никакой другой философии, кроме политической, нет, если мы не добавляем каких-то терминов. А я потом постараюсь пояснить, о чем идет речь. А для политологов я говорю, что когда я говорю философия, вы должны слышать политическая философия, потому что всякая философия является политической. Даже идеализм Платона – это сугубо политический ход внутри конкретной игры. А почему всякая философия является политической философией? Мы понимаем это, когда обращаемся к отцу философии, к Сократу. До Сократа нет философии. Или, по крайней мере, так говорит сам Сократ устами Платона. Или Платон устами Сократа, так будет точнее. Так говорит платоновский Сократ. Он первый философ. Хотя мы знаем, что это ложь, потому что до него существует настоящий первый философ, политический философ. Но Сократ говорит, что он первый философ. Почему? Потому что Сократ не задается строго философским вопросом. Строго философский вопрос – это тот, к которому придет Хайдегер в самом конце. Это то, чем закончится философия. Строго философский вопрос – это вопрос о бытии. Как быть? Но строго философский вопрос не начинает философию. Строго философский вопрос звучит не как быть. По-настоящему философский вопрос, с которого начинает Сократ, звучит как жить. Вопрос Сократа – это вопрос о правильной жизни. И в этом смысле политическая философия и философия просто совпадают, потому что вопрос подлинно философский – это только вопрос о правильной жизни. Да, правильная жизнь подразумевает, что мы живем в обществе, и это значит, что правильная жизнь требует правильного общества, в смысле общества, которое достигает целей правильной жизни. Но мы увидим, и я скажу об этом чуть позже, где здесь небольшая проблема. Мы видим, что классическая политическая философия радикально отличается от современной философии по нескольким причинам, серьезнейшим причинам. Когда современная философия говорит о цели человеческой жизни, она провозглашает христианскую цель. Классическая политическая философия, если коротко, эта христианская цель звучит очень просто – счастье. Классическая политическая философия не уверена в том, или вернее уверена в том, что все люди не могут быть счастливыми. Она уверена в том, что все люди не являются равными и не могут быть равными. И она уверена в том, что цель человеческой жизни не заключается в счастье как таковом. Кроме того, каким-то образом мы увидим это, когда будем читать Ксенофонта, она сомневается в ценности избегания страдания, в ценности жизни без страдания. Хорошо говорим мы себе, почему мы еще должны обратиться к исследованию классической политической философии перед тем, как собственно на нее внимательно смотреть. Когда мы говорим о современной ситуации, исторической ситуации, которую я уже постарался вам описать всеми своими силами, пусть и абсолютно бедно и недостаточно хорошо, мы можем описать ее всю одним словом – кризис. Тотальнейший кризис. Полное разложение старых нравов, полное разложение вообще каких-либо нравов. Мир меняется с такой скоростью, что вы не понимаете, что происходит. Вы видите ужасы, которые вообще никак не могут состыковаться с теми принципами, на которых вы собираетесь основать свою крепкую, прочную жизнь. Почему мы должны вернуться назад? Ситуация тотального разложения – это ситуация рождения классической политической философии или просто философии. В какой ситуации рождается философия? Философия рождается в ситуации Пелопонесской войны и поражения в Пелопонесской войне. Великий афинский демократический строй, строй дедов, строй победителей под марафоном, который казался прочнейшим, который казался неизменимым, который казался ближайшим к золотому веку. Этот строй дедов рухнул, рухнул, встал, рухнул еще раз, встал, рухнул еще раз, стал, рухнул еще раз. Он оказался нежизнеспособен. Все те великие вещи, на которых был основан этот строй – благочестие или, если хотите, богобоязненность, верность слову, связанность кровью, связанность традицией – все это рухнуло вместе с Пелопонесской войной. Вы можете найти это описание, конечно же, у первого классического политического философа, у Хукидида. И в этой ситуации тотального разложения нравов, тотального непонимания, как быть дальше, тотального отказа или необходимости отказа в идее золотого века, в идее традиции, на которой только и существует традиционное общество, рождается философия. Следующий шаг. Мы видим, что признаком этого кризиса является огромная роль поэзии, невероятно гигантская роль поэзии в противопоставлении мифу. Разница между поэзией и мифом, хотя поэзия часто является мифологической, заключается в том, что миф складывается несознательно. Ваша бабушка, рассказывая вам сказку об Иване Царевиче, могла добавить тот или иной элемент в эту сказку, но она никогда бы не претендовала на авторство. Поэт всегда претендует на авторство, даже если он перерабатывает чей-то материал. В этом смысле поэзия является сознательным мифотворчеством, и роль поэзии в разлагающемся обществе огромна, потому что верить мифам больше нельзя. Если вы посмотрите на современную культурную ситуацию, давайте я скажу так, потому что поэта, конечно, больше культурная ситуация, вы увидите, сколь велика роль творцов в современном обществе. Еще 100-150 лет назад артист сцены это клоун, артист сцены это паяц, это шут, его можно пинать ногами, в него можно плеваться, его закидывают помидорами. Это худшие, даже давайте я так скажу, это хуже, чем цыгане. В том смысле, что вы знаете, что часто артисты сцены, цирковые артисты, в самом прямом смысле этого слова, это кочевые люди. Это люди без отечества. Это просто цыгане, которые приехали, что-то показывают, вы кидаетесь в них помидорами или деньгами, они уезжают. Они отвратительные, они не местные, они здесь не принадлежат. Даже в прицарском дворе шут, это просто мальчик для битья. Теперь, если вы посмотрите на современную сцену, вы увидите там лидеров общественного мнения, образцы духовности, совесть нации, невероятное проявление креативности, в котором чуть ли не заключается человечность. Творцы, с большой буквы этого слова, которые одновременно пытаются пересоздать мир, изменить его, сделать его лучше, привнести какие-то свои ценности внутрь своих произведений, которые изменят этот мир и так далее и тому подобное. Вот то же самое происходило в 4 веке до нашей эры. И философия тогда выступила главным врагом поэзии. В этом смысле философия тогда, когда она родилась, являлась реакционной, она являлась реакцией. Но эта реакция была прогрессистская, потому что какой бы поэзия новой, какой бы новаторской, инновационной она ни была, она была сторонником золотого века. Она всегда будет сторонником золотого века. Философия, напротив, всегда является противницей золотого века. Философия – это прогрессистская сила, хотя сама по себе ее рождение является реакционной. И в этом смысле мы, оказываясь в той же самой исторической ситуации, в ситуации тотального разложения нравов, тотальной гибели традиций, эта ситуация повторяет ту, при которой философия впервые появилась на свет. И сейчас, когда философия мертва и закончилась, нам кажется, что, может быть, есть какой-то шанс, что она начнется снова, потому что историческая ситуация повторяется. Естественно, не буквально, но все же. И тогда мы должны посмотреть на оригинал, как случилось так, на каких основаниях против поэзии восстала философия тогда. Конечно, Платон здесь больше вам в помощь, чем ксенофонт, но все-таки. Следующий шаг. Помимо поэзии, совпадение ситуации заключается еще и в софистике. Появление софистики означает появление массового образования, появление просвещения, появление ситуации античного просвещения. Естественно, номер один персонаж в этой истории будет Протагор с его открытым тезисом о том, что я первый, кто открыто говорит, что я вообще-то софист, и я занимаюсь тем, что я учу людей чему-то. Точка. Мы находимся в этой ситуации вместе с вами, потому что мы находимся в ситуации массового просвещения. И это просвещение, софистическое просвещение на 100%, потому что если я задам вам вопрос, как вы учились, ответ будет один – по учебникам. Вы никогда не учились самостоятельно, вы учились у учителя, который в свою очередь когда-то прочитал учебник, написанный другим учителем, который в свою очередь прочитал учебник, написанный другим учителем, и так далее, и так далее, и так далее. Если вы откроете любой современный учебник философии и откроете второй современный учебник философии, а потом откроете третий, вы увидите, что все они говорят абсолютно одно и то же. Что между ними нет никакой разницы, или эта разница минимальная, и можно пренебречь. И что в лучшем случае вы можете найти оригинал. То есть вы можете открыть два учебника, и один из них явно будет написан по второму. А второй будет написан по третьему, и попытаться проследить это все. Давайте я постараюсь обелить для вас учебники и сказать, что ситуация массового просвещения не может быть другой. Ситуация массового просвещения не может быть иначе, чем софистической. Чем попыткой передать массам простые, максимально базовые формулы знания, которые при этом работают через раз. Но через раз это уже лучше, чем традиция, которая не работает вообще. И в этом смысле то знание, которое вы приобретаете в учебниках, это естественно самое отвратительное и бесполезное знание, но это все еще знание. Хорошо. Вот у нас два повода вернуться к классической политической философии, к рождению философии. И к вопросу, из которого она родилась, к вопросу, как жить. В чем отличие того атеизма, в котором был обвинен Сократ, от того атеизма, в котором мы можем обвинить себя, или там современных левых, или современных коммунистов, или даже современных либералов? Это очень простое отличие, и оно для нас становится явным тогда, когда мы просто пытаемся сравнить современную политическую философию и классическую политическую философию. Причем современную политическую философию мы можем начать с Маккиавелли и не будем в этом смысле ошибаться. Первая разница, которую мы видим, заключается в том, что современная политическая философия крайне серьезно относится к своему предмету. Когда вы читаете Маккиавелли, вы видите, насколько он серьезен. Не в том смысле, что он никогда не бывает ироничен. Он всегда бывает ироничен. Чего только стоит его замечание по поводу Моисея и по поводу Италии в конце. А в том смысле, что он не рассматривает ничего, кроме непосредственной политики. Он крайне серьезно относится к вопросам управления, государственного строительства, к вопросам господства людей над людьми, методов этого господства. К вопросам о том, как, например, сделать имидж. Потому что вы понимаете, что политическая наука, собственно, и начинается с вопроса об имидже. Как сделать из 164-сантиметрового карлика гиганта мысли? Приемы, которые предлагает Маккиавелли, ничем не отличаются от современных. Вы ставите его на платформу, вы ставите рядом с ним низких людей, вы поднимаете камеру так, чтобы все это было снизу вверх. Он казался гигантским на фоне неба, просто титаном. То есть разницы нет. Для Маккиавелли, вы понимаете, это классический вопрос, быть или казаться. И Маккиавелли отвечает, ну, придется казаться. Ты же не Александр, не Кир, не Моисеев, в конце концов, придется казаться. Классическая политическая философия, с другой стороны, никогда не смотрит на актуальную политику, как на нечто серьезное. Никогда не видит в политике повода для серьезного разговора. Мы сейчас поговорим, почему. В лучшем случае политика – это повод для смеха. Можно немного похихикать над идиотами. В худшем случае политика – это повод расстроиться и с отвращением отойти от нее. Какой пример? Величайший политический деятель того времени Периклов и Фукидид, и Платон, и Ксенофонт рассматривают или описывают Перикла как крайне отвратительного персонажа, с которым вообще нельзя иметь никакого дела. Вы можете найти это в Апологии, вы можете найти это в Алкивиаде первом и втором, в первом особенно, вы можете найти это в Протогории. Первый вопрос – окей, если Перикла такой классный, почему все его дети дебилы? И мы еще дойдем до детей Перикла, да? А единственный его не сын, а да, у него есть два не сына – Алкивиад и его брат Клиний. Клиний – это просто сумасшедший, Алкивиад – это архипредатель, уничтоживший демократию. Классическая политическая философия не относится к политике серьезно, и мы должны задаться вопросом «почему?». Как вопрос «как жить?» отводит классического политического философа или просто философа от вопроса о политическом порядке, о том, каким он должен быть, как управлять людьми, как это делать наиболее эффективно, какой правитель хороший, какой плохой. Откуда этот ход? Почему так происходит? И мы находим ответ на этот вопрос, когда мы смотрим на центральную проблему, вокруг которой вращается классическая политическая философия. Центральная проблема современной политической философии для нас кажется понятной. Это проблема прочной власти, проблема защиты жизни, которая только и может обеспечить хорошее государство, в смысле прочное государство, которое при этом не насилует граждан самих постоянно. То есть это идеальное, в конце концов, давайте мы доведем логику до конца, это тотальное государство Гегеля, в смысле правовое государство, которое не следит за вами в ночи, но которое не дает вам делать что-то такое, что нарушало бы права, что нарушало бы право, что было бы противоправно. Классическая политическая философия вращается вокруг совершенно другой проблемы. Это проблема невозможности совпадения естественной и общественной иерархии. И эта проблема выходит из той ситуации, человеческой ситуации, которую классическая политическая философия исследует. Человеческая ситуация говорит нам о том, что она не является исторической, о том, что она внеисторична, в смысле о том, что она всегда остается неизменной. И эта человеческая ситуация выглядит прямо противоположной христианской, прямо противоположной современной, в том смысле, что человеческая ситуация – это ситуация тотального неравенства. Дети не взрослые, женщины не мужчины, старики не молодые, спасибо, способные не неспособные, равные не равные, свободные не свободные. Классическая политическая философия, выходя из абсолютно для нее нормальной ситуации неравенства людей между собой, приходит к простому вопросу. Есть или существует естественная иерархия людей? Естественная, в смысле, если все люди неравны, и если существует естественная цель, а так как люди это естественные существа, очевидно для них существует естественная цель, есть люди, которые ближе к этой цели, есть люди, которые дальше от этой цели. В связи с этим мы можем легко, зная эту цель, построить естественную иерархию людей. Но когда мы смотрим на иерархию, которая окружает нас, на общественную иерархию, на политическую иерархию, мы обнаружим наверху этой иерархии идиотов, ничтожеств, людей, которых по большому счету нельзя подпускать к курятнику, не то что к управлению другими людьми. В этом смысле нападение на Перикла и обозначает этот факт. И этот факт, как вы понимаете, если вы знакомы с государством Платона или с законами Платона, этот факт нельзя переломить никогда. Естественная иерархия и общественная иерархия никогда не совпадут. Мы никогда не сможем создать идеального государства, в кавычках, которым бы общество управлялось теми самыми лучшими людьми, которые являются, и являются лучшими естественно. Таким образом, историческая ситуация и человеческая ситуация являются несовместимыми, являются антагонистичными в каком-то смысле. И естественно, при таком положении вещей мы не можем серьезно относиться к политике, потому что в политике как раз только глупость, в политике только смех, в политике нет действительно серьезных вопросов, потому что действительно серьезные вопросы – это вопросы для действительно серьезных людей. То есть это не вопрос о том, как жить в Асе из третьего подъезда, который уже немножко под мушкой, сегодня в пятницу или сегодня в субботу с утра, или у него Бадун. Вопрос, как жить, это вопрос о том, как быть вершином естественной иерархии в ситуации, когда они не могут быть вершинами общественной иерархии. Но философия рождается из определенного исторического кризиса, но есть и более глубокий кризис, человеческий кризис, который при этом является неразрешимым. Именно поэтому вопрос, как жить, является постоянно актуальным. Он не может быть разрешен в принципе. И в этом смысле, конечно же, философия, и в этом она также отличается от политики, и в этом классическая политическая философия также отличается от политической науки. Философия никогда не дает ответов. Как только кто-то начинает давать ответы, он из философа превращается в политика или политического мыслителя или политического ученого. Как, например, Макиавелли. Макиавелли – это игрок в покер, который сидит с тузами все время. У него все время флеш-рояль. Он все время победитель, потому что у него есть все ответы. У классиков никаких ответов вы не найдете. Есть только еще более серьезное углубление вопроса. Вопроса о том, как жить. Мы рассмотрели, как могли, эти две ситуации. И обе они показывают нам, что мы должны вернуться к изучению классической политической философии, какими бы современными проблемами мы ни занимались. И, соответственно, мы должны понять, а что, в общем, что стоит за этим странным термином классической политической философии. Естественно, мы, не будучи как бы двухпядей во лбу или семипядей во лбу, отвечаем. Ну, конечно же, за этим термином стоят конкретные люди. Что это за люди? Кто являются классическими политическими философами? Как бы мы с вами не пытались сыграть в эту игру и сказать, что там римляне еще могут быть классическими политическими философами. Все-таки мы видим, что так или иначе все классики, подлинные классики, естественно, связаны с Сократом. Мы говорим себе, это Аристотель, это Ксенофонт, это Платон. Но Аристотель уже в меньшей степени, потому что Аристотель никакого Сократа не знает. С другой стороны, мы находим Фукидидов. И мы даже говорим себе, смотрите, классическая политическая философия делится на две части. Как бы досократическое – это Фукидид, и сократическое – это, собственно, Платон и Ксенофонт. Я думаю, что не надо объяснять, почему не Сократ. Ну, потому что нет никакого Сократа. Есть только Платон и Ксенофонт. И мы можем даже сказать, что эти две философии очень легко делятся. Философию Фукидидов мы можем условно назвать реалистичной, а философию Платона и Ксенофонта – идеалистичной. И мы встаем перед выбором, а на какую же сторону классической политической философии нам встать, что рассматривать. Но мы тут же делаем финтушами, потому что Ксенофонт – это человек, который прочел Фукидида, и не просто прочел Фукидида, а даже дописал за Фукидида его книжку. То есть, помните, что история Фукидида заканчивается на полусловии, и Гилленика начинается на полусловии. С фразы после этого. Что Ксенофонт – это в то же время, это как бы и политический философ, и историк. Что Ксенофонт как бы служит мостом между двумя этими частями. Ученик Сократа, который как бы и не ученик Сократа. Ученик Сократа, но не настоящий. Если вы посмотрите в учебники, особенно в старые учебники, по истории политической философии, найдете там Ксенофонта, если вы найдете там Ксенофонта, там будет сказано что-то типа «греческий военачальник, который что-то узнал от Сократа, но быстро попал под влияние спартанцев, который начал писать какие-то исторические романы». Кстати, он, собственно, автор концепции исторического романа. То есть, эта история, ну, как бы, там столько вымысла, что непонятно какая это история. Я имею в виду, конечно, Келопедию и Анабасис. Который попал под влияние спартанцев, переехал жить в Спарту, очарован каким-то там Агисилаем, последним великим спартанским царем, который вообще ничего не понимает ни в философии, ни в военной стратегии. Ну, такой себе, значит, какой-то непонятный мужчина. И главное, чем дальше вы будете смотреть назад в учебнике, тем более жёстким отношение будет к ксенофонту. В том смысле, что, когда мы смотрим на Платона, мы с самого начала, я имею в виду историю изучения Платона, мы с самого начала видим фразу «гений», «наше всё», «отец западной философии», «решающий поворот в истории философии», «отец философии» и так далее, так далее, так далее, так далее. Когда мы смотрим на ксенофонта, какой-то мужик сгады. Но, в отличие от Платона, сенофон дошёл до нас целиком. Причём дошли даже его сочинения, которые, казалось бы, не имеют к политической философии никакого отношения к тем, типа, об охоте, о гепарх, о командире кавалерии. И мы задаёмся вопросом очень простым. Если это всё дошло, это всё переписывалось. Если это всё переписывалось, на это всё тратилась бумага и пергамент, а это очень дорогие штуки. И это значит, что если это всё продолжало переписываться, это значит, что древние видели в этом какую-то адскую ценность. Напоминаю, Платон не дошёл до нас весь. Аристотель вообще дошёл половиной, как минимум. Остались только учебники, которые мы сейчас рассматриваем. У Платона сгинули все учебники и часть диалогов, которая была оригинальной. Ксенофон дошёл от начала до конца, вот как он есть. Там ничего не потерялось. И это значит, что древние всё время видели в нём какую-то ценность, которую мы почему-то не видим. И мы должны посмотреть, почему мы не видим и где эта ценность может лежать. Где эта ценность может лежать, очень просто. Если вы взглянете на Ксенофонта и Платона, вы увидите интересную вещь. Платон никогда не упоминает Ксенофонта. И Ксенофонт лишь раз вскользь упоминает Платона. Причём делает это очень красиво. Он упоминает Платона в качестве дальнего родственника, человека, которого он обозначает. То есть помните, что у нас есть отчество, как в нормальной восточной стране. А понятное дело, что... Ну, как в нормальной традиционной стране, давайте я скажу. А понятное дело, что первоначально отчества не были, но говорили сын такого-то. То есть там Сократ, сын Сафрониска. Вот тоже из демо такого-то. Вот то же самое делает и Ксенофонт, когда он говорит, такой-то хормит, сын такого-то главкона, брата Платона. Второе, что мы видим между Платоном и Ксенофонтом. Они оба ученики Сократа. Что здорово. Они оба аристократы потомственные. Что здорово. Они оба недемократы. Что здорово. Они оба попытались создать идеальный город. Но вы помните, история о том, как Платон создал идеальный город, она известна всем. Он поехал к Тирану и говорит, полубязаемся. И как бы раза три пытался. Как Ксенофонт создал идеальный город, попытался создать идеальный город, это куда менее известная история. Возвращаясь назад из похода Кира-младшего, который ведет 10 тысяч войнов, Ксенофонт доходит до Черного моря и потихоньку, пока они не замечают, начинает основывать город. То есть Ксенофонт не соединяется с Тираном. Ксенофонт превращает 10 тысяч войнов в 10 тысяч граждан. Или пытается превратить 10 тысяч войнов в 10 тысяч граждан. Что еще между ними общего? Решающий момент – это момент их соперничества. Причем мы не знаем, кто начал это соперничество и кто был инициатором, в смысле, за кем была инициатива. Какой пример? Платон пишет Апологию Сократа, Ксенофонт пишет Апологию Сократа. Платон пишет Пир, Ксенофонт пишет Пир. То есть они постоянно соревнуются. Следующее. Ксенофонт куда более загадочен, чем Платонт. В этом смысле Платон кажется гением с самого начала. Нет ничего сложного в том, чтобы увидеть гениальность Платона. Просто попробуйте почитать. Как только вас ударит в голову скука, так вы сразу почувствуете гениальность. Ксенофонт, напротив, стиль Ксенофонта утерян для нас. Он неповторим, потому что он, с одной стороны, кажется очень легким. Особенно его исторические в кавычках романы, это, собственно, Набасис и Керапедия. Он кажется очень легким, он кажется очень простым, он кажется очень понятным. Он кажется думающим или рассуждающим над вещами, которые не придут никогда нормальному человеку, нормальному шелосту в голову. Платон там, значит, строит царство идей. Какое благо какому подчиняется. Пещеру изобретает. Ксенофонт пишет, Сократ не ел, значит, мясо. Или там, Сократ воздерживался от вина. Посмотрите, как круто. Сократ советует другу, как бороться с сикофантами. Или там, Сократ советует другу, как, значит, организовать производство на дому из тех женщин, которые у него есть. И потом, как объяснить им, что они женщины, и, значит, это производство нормальное дело, и он может ничего не делать в этом производстве. Но при этом, как только мы начнем вчитываться ксенофонта, и я постараюсь привести вам эти примеры, его стиль станет, его стиль хотя бы немного станет для нас понятней, мы поймем, насколько все сложнее и запутаннее в случае с ксенофонтом. В этом смысле он всегда кажется простым и вежливым, но на самом деле он всегда гораздо более хитер, гораздо более умен, чем это может представиться. Хорошо. Труды ксенофонта четко делятся, в отличие от трудов Платона, на диалоги и трактаты, и, естественно, исторические романы. То есть есть классические и сократические идеологи, есть классические аристотельянские такие трактаты. Ну, собственно, классические идеологи – это та же меморабилия, это экономика, это пир. Классические трактаты – это лакедемонская полития, это об охоте, средства, отличный трактат, попробуйте почитать средства, замечательно просто. Трактат называется «Как предложить людям революцию так, чтобы они не заметили». Попробуйте почитать и заметить революцию в трактате средств. И есть изобретенный ксенофонтом жанр, исторический роман, сейчас поговорим об этом, «Анапазис и киропедия». Когда мы начинаем выбирать из ксенофонта или смотреть на эти названия, у нас сразу куча проблем. Что я имею в виду? Когда я говорю «анапазис» и вы понимаете, о чем идет речь, да? Кто знает, что такое «анапазис» и ксенофонт? Это роман про то, как они там с 10 тысяч наемников поехали в Персию, чтобы воевать. И потом «Как вернулись обратно». Когда мы говорим «анапазис», мы переводим это греческое слово очень правильно – «восхождение». Имеется в виду восхождение от моря к вглубь суши, потому что, понятно, море – это 0 метров, а суша – это всегда выше, чем море. Поэтому, когда мы идем от моря вглубь материка, это всегда восхождение – «анапазис». Но тут есть гигантская проблема, потому что книга не называется «анапазис». Она называется «анапазис-куру». «Восхождение Кира». И эта книга действительно отражает восхождение Кира, но восхождение Кира заканчивается во второй книге, когда Кира убивают. Все остальное время это не Аннабасис, это Катабасис, как греки бегут обратно к морю, спускаются к морю. Странно называть свою книжку Аннабасис Кира, при том, что Кира убивают в самом начале и Аннабасис заканчивается, а книжка она про Катабасис. Или, например, Киропедия. Она ведь тоже называется Кюрупайдея. Как мы это по-русски переводим? Как она у нас называется? Кто-нибудь знает? Никто не открывал оглавление книжки, которую я прислал, да? Она называется «Воспитание Кира», Кира Старшего. И вы думаете, хорошо, книжка, которая называется «Воспитание Кира», она, наверное, будет про что? Про воспитание Кира. Воспитание Кира заканчивается в первой книге из десяти. То есть Кира воспитывают мальчиком в первой книге, потом Кир начинает завоевывать и строить гигантскую Персидскую империю, какой мы ее знаем. Почему книжка называется «Воспитание Кира», если она не про воспитание Кира? Или Лакедимонская политея. Казалось бы, хорошо, Лакедимонская политея – это книжка про политический строй Спарты. Если бы вы писали книжку про политический строй Спарты, что бы первое вы сказали в этой книжке? Политея буквально значит режим или конституция. С чего начинается Российская конституция? Какое в ней главное положение, помимо преамбулы, что мы многонациональные и так далее? Что Россия – это президентская республика, в первую очередь. Нигде в Лакедимонской политеи не сказано, что в Спарте, что Спарты управляют два царя. Или что в Спарте существует два царя. Вы пишете книжку про режим, и вы не говорите про то, что это режим президентской республики. А книжка так и называется – Российский политический режим. То же самое мы увидим и в названии той книжки, которую мы собираемся с вами сегодня читать. Хорошо. Значит, мы пытаемся выбрать, что читать. И мы, естественно, говорим себе. Нам нужен псинофон, который описывает нам Сократа. У нас очень простой выбор. Это меморабилие, воспоминания о Сократе. Это экономика или домострой по-русски. Но это экономика. Это защита Сократа на суде. Она называется «Апология», но Платон уже занял это название. Поэтому переводчик предпочел защиту Сократа на суде. И это пир. И мы думаем, какое из этих произведений надо выбрать. Понятно, чему посвящен пир. И чтобы читать пир, нам, естественно, нужен платоновский пир, потому что пир и пир – это два соперника. И нам нужно все время сравнивать, где ксенофон смеется над Платоном и где Платон смеется над ксенофоном. Потому что иначе это не сработает. И наш с вами формат не очень для этого подходит. Можно взять экономику, но экономика посвящена экономике, что логично. Опять же, если книжка называется «Экономика», то наверняка она не посвящена экономике, что тоже логично в свете ксенофонда. Но нас с вами не очень интересует вопрос управления людьми и красивые метафоры о том, почему афинское общество гибнет. Хорошо думаем мы. Тогда у нас остается защита Сократа на суде и воспоминания о Сократе. И мы с вами попытаемся прочесть и то, и другое. Потому что защита Сократа на суде – это минимальное произведение, которое, опять же, необходимо читать в свете предпоследней главы меморабилии. Обязательно. Потому что то, что говорится в предпоследней главе меморабилии, повторяется в защите Сократа на суде с модификациями. И защиту Сократа на суде нельзя читать, не читая меморабилию. Собственно, у нас нет другого выхода, кроме как взяться за меморабилию, что мы с вами и сделаем после перерыва. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по формату? Вы вначале сказали, что в современных политических течениях имеется один общий действие к стремлению к счастью. Идеологии, да. Это исходит из христианского рая. В целом, вот, как бы, да, и вы сказали, что атеизм, не связанный с христианством, да, вот это, как бы, атеизм, ну, в Древней Греции, да, вот у Сократа. Вот. Но, как бы, можно также вспомнить еще об одном атеизме, да, правда, не связанном с европейской цивилизацией, а именно о Китае. Вот. Почему, как бы, мы не можем опять обратиться к китайскому опыту в поисках ответов, которых у нас нет? Спасибо. Это хороший вопрос. Спасибо за него. Значит, во-первых, если у нас есть атеизм вне христианства, который западный, значит, у нас такие ответы есть. То есть, есть наш ответ и есть китайский, ну, грубо говоря. А, во-вторых, причина, по которой мы не обращаемся на Восток, очень простая. Мы находимся в конкретной исторической ситуации, и самое широкое, что мы можем об этой исторической ситуации, звучит так. Мы находимся с вами при господстве западной цивилизации. Восточная цивилизация не господствует, даже на Востоке господствуют западные ценности, ну, в какой-то мере, да, или, по крайней мере, декларируется господство западных ценностей. Даже Восток развивается в сторону Запада, и конкуренцию Запада и Востока Восток уже проиграл. Я не хочу сказать, что он проиграл ее навсегда. Я хочу сказать, что историческая ситуация диктует нам, что делать. Возможно, когда-то Восток победит, и тогда потомки скажут себе, да, мы должны обратиться к китайскому атеизму и посмотреть, что же там. Но мы с вами, к счастью, пока еще не это, или, к сожалению, пока еще не это, и мы с вами должны обратиться к тому источнику, который господствует. И это источник западной цивилизации, это классическая политическая философия. Еще какие-нибудь вопросы? Есть вопрос. Вы говорили о том, что философия, она не флаг, и то, что элегаризм, он тоже выбирает, по сути, да, классический. Вот мне немножко страшно стало, вот эти слова. Это не говорит о том, что какой-то вот гигантский человеческий цикл, может быть, подошел к концу. Нет, у меня вообще мысли о каком-то апокалипсисе возникли. Вот что дальше, по-вашему? А-а-а. Что дальше? Конец какой-то? Все? Нет, нет, нет. Вы что, либерал? Почему вам страшно? Я либерал. Хорошо, хорошо. Хорошо. Вы можете смотреть на это философски, в кавычках, очень просто. Все течет, все меняется. У либерализма был, как бы, период расцвета, период начала, период расцвета, он достиг того, чего он мог достигнуть. Но он не может, мы не можем его заморозить. И в этом смысле мы не можем навсегда остаться в либерализме. У либерализма была логика, которую я попытался вам раскрыть, с которой он начался и благодаря которой достиг успеха. И эта логика не может не продолжаться. И продолжаясь, она не может его не уничтожить. После либерализма будет что-то другое, определенно будет что-то другое. Что это будет? Решать вам. И я как раз хочу на вас повлиять путем возвращения обратно и попытки показать вам, что это может быть. По моему мнению, деградация. Происходит деградация либерализма, да. Вообще деградация. Либеральных ценностей. А других нет. Во-первых, другие, естественно, есть. Во-вторых, мы сейчас попытаемся вам показать, какие они могут быть другие, но наши. То есть западные. Могут быть другие восточные, могут быть другие, я не знаю. В Пупановой Гвинеи у каннибалов тоже есть определенные ценности. Но мы как-то объедать мочки уха мертвых людей не хотим. Пока еще. Чтобы связаться через их плоть с духами предков. Пока еще. Может однажды. Поэтому мы должны вернуться. Смотрите, самый простой способ увидеть, что будет, если не либерализм, это придумать, это промыслить диалектические и поставить основные либеральные ценности и посмотреть на их противоположность. Равенство, неравенство, свобода, не свобода. Свобода для всех, свобода не для всех. Отсутствие страданий, принятие страданий и так далее, и так далее. Давайте. Да. Как я понял в вашей лекции, то, что христианская эскатология в той или иной степени является определенным комендантом для политической философии и задает определенные цели. А может ли задавать цель атеизм, который не имеет каких-либо целей сам при себе, внутри себя, а просто доказывает обратное христианство или вообще религию? Ага. Именно поэтому мы отказываемся от атеизма после христианства. Атеизм после христианства – это атеизм, опровергающий христианство. То есть, атеизм, который воюет с христианским богом. Рушит фундамент политической философии. Нет, он находится в ее ключе, потому что бог также является источником страданий. И в этом смысле, когда мы бежим от страданий, мы в том числе бежим от бога. И атеизм находится именно в логике христианства. Я понял. Я не диалектик в смысле Гегеля и Маркса, и я не хочу вам об этом сказать. Я хочу сказать, что когда мы ищем атеизм, который бы не боролся с христианством, мы обнаруживаем атеизм Сократа, атеизм классической политической философии. Потому что никакого христианства нет, бороться с ним бессмысленно. Атеизм Сократа не борется и с многобожием, потому что традиция, на которой многобожие основано, она уже умирает. И в этом смысле вы абсолютно правы. Если атеист отрицает рай, что он предлагает? И для того, чтобы понять, что предлагает атеизм, не связанный с христианством, мы смотрим на Сократа. Сократ что-то предлагает. Вот мы попробуем разобраться, когда прочтем ксенофон-то. Сейчас я вижу, Александр Залидатович хотел. У меня пара вопросов. Я стараюсь с небольшими. Первое. Чем больше, тем лучше. Да, правда, здесь естественная вещь, естественная цель. Почему мы не можем принять за ксенофону бессмысленность бессмысленность вообще всего? Вот камень же тоже естественно существует? Он же без цели существует. Почему человек не может как камень существовать просто сам по себе? Вы не можете сказать, что камень существует без цели, не с точки зрения классической политической философии. Вы видите на нем мох? На камне? Не всегда. Да, замечательно. Вы видите, что он разлагается коррозией, этот камень. Значит, какая-то цель у него все-таки есть, потому что он к ней движется. Если бы цели не было, мы бы могли сказать, что существует бытие, что все остается неизменным. У Бога нет цели, потому что он неизменим, он уже совершенен. Но камень изменяется, и в этом смысле он не может не двигаться либо к цели, либо от цели. То есть, либо двигаться куда-то, либо двигаться откуда-то. Вы можете сказать, что превращение камня в песок и пыль, и ток эрозии, это и есть его цель, потому что он туда приходит. А можете сказать, что его цель, это наоборот, совершенное состояние камня, и он все время деградирует. Без бытия у вас не получится сказать, что что-то бесцельно, что-то никуда не двигается. Мне кажется, если человечество придется к бессмысленности, это будет аналогически. Знаете, я уже чувствую, что с вами надо было читать, конечно, Заратусту и Ницше, а не… Конечно, нужно. Вот если мы говорим о том, что философия выступает против поэзии, как реакция на поэзии, то почему Платон в своем идеальном городе рассказывает, что стражи должны мусическим искусством заниматься? Почему поэзии вообще не занимаются? Ну, это очень хороший вопрос. Я хочу сначала поправить вас в меру своих знаний. Мусическое искусство – это не поэтическое искусство. Да, это просто музыка в том смысле, в каком спартанцы перед боем играют на флейте и режут козу. Музыка нужна для того, чтобы вы ходили строем. То есть, чтобы вы чувствовали ритм. Она не нужна для поэзии. Что касается глубины вашего вопроса, это действительно серьезный вопрос. Отношение философии с поэзией не такое однобокое, как нам хотелось бы. И Платон, исследуя поэзию и исследуя точки зрения поэзии, вынужден признать… Помните, Сократ в государстве сначала говорит, конечно, мы должны выгнать всех поэтов из города. Никаких сомнений нет. Они все должны быть изгнаны. Их не должно быть, потому что они все говорят о богах всякие гадости. А в конце приходит к идее о том, что нам нужна поэзия, но только правильная поэзия. Почему? Потому что философия не может обратиться ко всем. Помните эту проблему Сократа? Сократ не может убедить большинство. Поэзия может убедить большинство. Если утрировать, и утрировать серьезно, но добиваясь короткого ответа, поэзия должна играть в идеальном городе роль идеологии. Роль традиции. В чем разница между поэзией и традицией, вам ясна. Я об этом говорил. Именно потому, что поэзия создана сознательно, поэзия, в отличие от традиции, может стать союзником философии. Потому что философия только выступает за сознательные действия. Где вы можете посмотреть платоновское отношение или платоновское исследование того, насколько более глубокими, серьезными и сложными являются отношения поэзии и философии в платоновском империи. Та точка зрения, которую высказывает в платоновском империи Аристофан, на мой взгляд, является, если не точкой зрения самого Платона, то очень серьезной альтернативой, которую Платон видит и которую Платон не может опровергнуть. И эта серьезная альтернатива, мне кажется, все еще не исследованной. И она кажется мне одной из альтернатив будущего. Потому что понятно, я обманул вас, когда говорил, что современная ситуация основана только на христианстве. Это не так. У нее есть вторая сторона. И вторая сторона – это рациональность. Это сократовская рациональность. Мы не просто идем в рай, в смысле, прыгаем, как лемминги со скалы. Мы идем в рай с помощью разума. Мы думаем, 20 век этим характерен, мы думаем, что с помощью разума мы можем достигнуть наших целей – избежать страданий, победить болезни, победить голод, изменить течение времени, я не знаю, там, изменить течение рек вспять, победить глобальное потепление, размножиться в космосе и так далее, и так далее, и так далее. То есть эта христианская цель имеет под собой основание сократическое средство. Но сократическое средство неправильно понято, потому что сам Платон сомневается в нем, и для этого вы должны исследовать Аристофана в пире и посмотреть, что говорит Аристофан. Потому что, когда Аристофан говорит о человеческой ситуации, это не ситуация разумности. Когда сократ находится в ситуации развложения, в исторической ситуации развложения нравов и гибели строя после Пелопонесской войны, он говорит себе, мы больше не можем полагаться на то, на что полагались деды, и нам нужно что-то новое. И это что-то новое в разумах. Но Аристофан говорит, нет, нам нужно что-то новое, и это что-то новое должно быть не искусственным. Оно должно быть естественным, потому что, как вы понимаете, все, что делает разум естественен, все, что делает разум искусственно. Нам нужно другое основание, естественное основание, и то, что Аристофан предлагает для меня лично является крайне интересной малоисследованной альтернативой, о которой мы здесь говорить не будем. — Вот вы сказали про альтернативу к рационализме. Рационализм, то есть какая-то альтернатива христианам? — Позитивизм 20 века, конца 19-го, начала 20 века — это именно сократический позитивизм. Может быть, он неправильно понят, но это тот позитивизм. В христианстве изначально нет никакого разума. Если вы, как я это доказываю, очень просто. Если вы откроете историю о первом еврейском царе, избранном господом нашим, Сауле, вы поймете, что книжка пишет только про одно — вера никак не связана с разумом. Бог говорит Саулу, иди и соверши геноцид. Всех надо вырезать. Женщин, детей, стариков, даже скот. Саул идет, всех убивает, но оставляет девочек, потому что воинам надо на ком-то жениться. Ну, естественно, девственных, понятное дело, да, то есть несовершеннолетних. И оставляет скот, потому что Богу нужны жертвы. И тогда Сауил приходит к Саулу и говорит, ты что, не слышал, что тебе Бог сказал? Саул пытается ему объяснить. Я рационально подумал, нам надо с кем-то размножаться и что-то кушать. Сауил ему отвечает, Бог сказал, ты за это заплатишь. И Саул сменяется другим царем Давидом. Бог не хочет, чтобы вы думали. Бог хочет, чтобы вы подчинялись. Именно поэтому в христианстве нет никакой рациональности. А она привносится извне именно из... Самой рациональности. Да, да. Она приносится извне. То есть современная ситуация – это христианская цель плюс сократическое средство. Как бы плохо они не понимаются. Да. Развращаясь к вопросу о классической церкви и поэзии. Вы говорите о том, что, в принципе, если бы Сократ через поэзию до людей донес свои видения мира, возможно, люди бы его не проявили, правильно? Не совсем так. Во-первых, вы можете посмотреть на то, что делает Платон, и смело назвать это поэзией. Потому что это литературное творчество. Есть даже точка зрения, что это идеология, которую надо воспроизводить на сцене. То есть делать из этого театральное представление. Во-вторых, там, где речь идет о том, что поэзия должна служить как бы идеологией в нашем идеальном государстве, речь идет об идеальном государстве, которое невозможно. Диалог государства должен показать и показывает, что естественная и общественная иерархия несовместима. Что для того, чтобы их совместить, потребуются такие невероятные усилия, которые, в принципе, невозможны. Ну, вы помните, там, подмена детей, затем подмена детей еще раз в уже более зрелом возрасте, идеальная наука психология, которая позволяет увидеть у новорожденного все качества его души и так далее и тому подобное. И, в частности, идея о том, что поэзия может играть роль идеологии, с помощью поэзии можно доносить идеи, которые нельзя доносить с помощью философии, она также невозможна. Речь идет о некой идеальной поэзии в неком идеальном городе. Но, опять же, мы возвращаемся к практике и видим, что Платон-то доносит свои идеи не с помощью цократов, а с помощью поэтических диалогов. Атеизм, который у Лича Христовкина замерзает, атеизм просто христианство? Конечно. Конечно. Как и атеизм Маркса, как и атеизм Ленина, как и атеизм... Да, у меня вопрос как раз по атеизму. Я правильно понимаю, что вы, наверное, понимаете атеизм в том же смысле, в котором о нем говорит Маркс Хайликер, когда он говорит, что атеизм не бульгарное знание богов, а ситуация принципиально не решена. Ну, как у логичных позитивистов. Современный атеист отвечает на вопрос, что такое атеизм, не словами о том, что атеизм – это отрицание бога. Атеизм – это отсутствие доказательств, убедительных доказательств существования бога. Как хотите, так говорите. У меня был другой вопрос. Вы сказали, что в античности, то, наверное, первый атеист – это Сократ, но просто не очень хорошие знания античные. Вот относительно, например, Демократии и Петюра, я хотя бы могу сказать… Не-не-не, сейчас. А это Сократ? Естественно, естественно. Как бы среди философов-досократиков, то, что учебник, среди людей, которых учебник называет философами-досократиками, конечно же, мы найдем чуть ли не открытых атеистов. Да? Ну да. Да. Есть такое. Но, во-первых, что от них дошло и как это изучать? Во-вторых, что такое философ-досократик, если Сократ – это изобретатель термина «философ» и, собственно, создатель философии? Они были мыслителями. Они занимались какими-то интересными вещами. Да, можно ли назвать это философией? Можно ли назвать то, что Гераклит пишет философией? Да. Смотря что вы понимаете под философией, да? Такая была такая философия, что это пишется. Он сам говорил, что… Нет, подождите. Сократ… Сейчас, сейчас, сейчас. Просто осколки. Да, да. Значит, это первое. С Гераклитом та же проблема, что и со всеми остальными. Вы не можете открыть современный перевод Гераклита и прочесть его, потому что не может быть современного перевода Гераклита. Греческий – это синтетический язык, а значит, если отрывок начинается с середины, мы никогда не поймем, что там написано. Именно поэтому вы можете открыть Гераклита Лебедева и открыть Гераклита Нелебедева и прочесть там в одном и том же отрывке две совершенно противоположных фразы. Философия не может быть философа, но в том случае мы должны будем с необходимостью заключить, потому что примерно в второй половине 19 века ни в Индии, ни в Китае, ни в Японии не было абсолютно никакой философии. Просто потому что там слова «философия» не было. Я понял вас, да, хорошее замечание. Есть люди, в том числе человек по фамилии Гегель, который так и считал. Да. И есть люди до сих пор, которые так и считают. Да. У Платона есть противопоставление устной и письменной речи. Вам в государстве есть такая вот... Да, конечно. У Ксенофон-то есть такое противопоставление между устной и письменной речью? Потому что я знаю точно, что для Платона это очень важно. Для всех классических политических философов это крайне важно. И Фукидид, и Ксенофонт, и Платон, естественно. Именно поэтому диалог. У него есть там это... Дело об этом, он просто смышляет. О противопоставлении между устной и письменной речью. Есть один момент, где Сократ вдруг сбивается на письмо. Значит, это было? Нет, он говорит собеседнику «давай напишем». И это очень странный момент, который не может не обращать на себя внимания, потому что мы точно знаем, что Сократ ничего не писал. И отрицал письмо. И отрицал книги по определенным причинам. Есть еще один момент, где Сократ говорит о своей высшей активности, о своей высшей деятельности. И эта высшая деятельность будет связана с книгами. На удивление. Не с диалектикой, не с разговором. Но мы до этого дойдем. То есть я потизерил вам немножко, а мы потом дойдем и обязательно почитаем. Хорошо, давайте на этом прервемся, а потом я немножко расскажу вам оба случая.